...массовость и участие, так называемое. Это может лишь дискредитировать саму идею создания Народного фронта, это шаг к обновлению самой партии. В любой стране у правящей партии неизбежно наступает привыкание к власти. Снижается порог чувствительности к проблемам граждан, к интересам конкретного гражданина, рядового. Продолжительное доминирование, и это тоже нужно сказать прямо, оно расхолаживает. Кажется, что лидерство – это что-то, данное сверху, свыше и навсегда. Нет, это не так. Нужно это лидерство подтверждать ежедневной эффективной работой. Поэтому здесь не нужно ничего бояться в рамках этого фронта. Не нужно ничего бояться. Наоборот, если мы хотим, чтобы Россия была эффективным политическим инструментом, чтобы она достойно отвечала на вызовы времени, она обязательно должна быть открыта для новых лиц и свежих идей. Нет здесь ничего страшного, уверяю вас. А в этом как раз и заключается важнейшая задача Народного фронта. Смысл в том, чтобы через возможности фронта, его открытость, не только привлечь инициативных, компетентных людей с интересными и нетрадиционными взглядами, но и дать возможность профессионалам и настоящим лидерам общественного мнения реализовать свои идеи и свой потенциал, используя платформу «Единой России». Эта межрегиональная конференция как раз и есть одна из таких партийных платформ. По традиции здесь обсуждают конкретные проекты, реализация которых будет только способствовать развитию региона. Для уральской конференции таких предложений было представлено 46. И после отбора 6 из них обсудили в этом зале. Продукция этого мясокомбината известна не только в своей области, но и за границей. Он существует уже больше 15 лет и сейчас для его дальнейшего развития, объясняет директор Александр Ильтиков, нужны такие инвестиции, о которых он и его друзья могли только мечтать, когда запускали производство. Сколько человек у вас было? У нас было 7 человек. Вместе с рабочими было 7 человек на то время, 1995 год, 18 сентября. Деньги откуда взяли для начала? А вот денег как раз у нас вообще не было. Было реально 300 рублей. У мамы взял 300 рублей для того, чтобы заправить автомобиль. Опять мама. А кто же будет помогать, если не говорите? Без мамы никуда нет. Финансовая помощь нужна и этому екатеринбургскому фармакологическому предприятию, где выпускают отечественные инсулины. Премьер пообещал, что государство не только даст денег, но и поддержит на рынке сбыта. Помощь будет оказана и в развитии туриндустрии на Урале, и в решении проблем оленеводов, у которых из-за кочевого образа жизни нет постоянной регистрации. Также поддержку в виде оборонзаказа получит и знаменитый Уралвагонзавод. Об этом премьера попросил бывший стрелевар предприятия Владимир Якушев. Сегодня рабочие с ожиданием ждут решения, когда же поступит нам государственный оборонный заказ. Государство много об этом говорит, но полгода прошло, пока ничего не ясно. Государство и народ, который не хочет кормить свою собственную армию и свою оборонку, будет кормить чужую армию и чужую оборонку. Этот тезис хорошо известен. Что касается задержки с оборонзаказом, я вынужден констатировать, что вы правы, должен перед вами извиниться. Это бюрократическая проблема Министерства обороны. Я вчера только подписал соответствующий документ, чтобы ускорить решение этих вопросов. Впервые в работе конференции могли участвовать не только политики или общественные организации, но и обычные граждане, как, например, Дмитрий Гусев. Он пришел на эту конференцию, потому что лично ему не безразлично, как живут люди в его родном Екатеринбурге. Дмитрий Гусев и Елена Луцко познакомились на городском интернет-форуме, куда Лена написала о своей проблеме. Надо было стоять в подъезде по несколько, по 10-15 минут, чтобы кто-то вышел и помог спуститься. Ну или звать кого-то, двух человек. Правда, сначала об этой проблеме Лена написала в управляющую компанию. Только пандус от ЖЭКа оказался непригодным. И в интернет Лена писала уже от отчаяния, совсем не рассчитывая на помощь. На ее письмо откликнулись десятки людей, для которых судьба совсем незнакомого им человека оказалась небезразличной. Примерно около трех месяцев шел сбор денег, потом плюс проект, плюс согласование, потому что согласовывали этот проект и с пожарной службой, и с СЭС, и с жильцами дома. На конференции Дмитрий Гусев рассказал премьеру, что таким образом удалось помочь еще трем инвалидам. Но возможности интернет-сообщества, пожаловался блогер, не безграничны. Мы собирали деньги со всего интернет-сообщества, делали также проект, сделали сами согласование, сделали сами монтаж этого проекта. Вот. Хотелось бы заручиться вашей поддержкой, поддержкой ОНФ в решении данного вопроса. Интернет-сообщества сейчас напоругивают, но вот тот пример, о котором вы сейчас рассказали, он говорит о том, что интернет может использоваться и должен использоваться в благородных целях. Вот ваш пример – это использование интернета в благородных целях, благородными людьми. Я хочу вас за это поблагодарить. Значит, это первое. Второе. В нашей стране миллионы людей с ограниченными возможностями. Мы сейчас приняли на федеральном уровне программу, так называемую, безбарьерная среда. Эти вопросы решаются самым простым и недорогим способом. Но тогда, когда здание возводится, сооружение, это сделать просто. Переоборудовать сложнее. Но, разумеется, мы будем двигаться по этому пути. Свой вопрос на этой конференции мог задать любой желающий. И выбор тем был произвольным. Например, Владимира Путина спросили о том, что он будет делать в первый день после выборов. Ваш первый шаг после 11 марта 2012 года. Пойду умываться. А в твоем дело? И в гигиеническом смысле этого слова, и в политическом. После всех кампаний, которые нам предстоит пережить, нужно будет как следует заняться гигиеной. Уверен. К сожалению, это так. Но это неизбежный процесс. Знаете, как Черчилль говорил. Самая плохая система управления – это демократия. Но лучше нет. Такие конференции прошли уже в шести регионах страны. На предыдущей, которая состоялась в мае этого года в Волгограде, премьер заявил, что реализовать свои экономические проекты можно будет не только в рамках таких партийных мероприятий, но и через агентство стратегических инициатив, главная функция которого – помощь в реализации наиболее перспективных бизнес-идей. С момента объявления о создании агентства в его адрес уже поступило более 800 проектов, и большая часть из них как раз с Урала. Поэтому на этой конференции было объявлено, что именно в Екатеринбурге в следующем месяце будет открыто первое отделение агентства. Впоследствии такие же представительства откроются и по всей стране. Александр Бутухов, Александр Гусев и Диана Гуглина. Воскресное время. Первый канал. Тема повышения эффективности власти на местах обсуждается... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok